Продолжение следует... Прекрасно! Раз звук хороший, значит мы с вами можем начинать. Помните о том, что вы всегда можете заморозить видео со мной. Для этого вам нужно навести курсор на мое изображение. И самая правая клавиша, которая у вас появится, похожая немножечко на камеру, то если вы на нее кликните, то видео заморозится. И качество интернета у вас будет быстрее, и может быть, будет получше. Так, коллеги, нас почти 100 человек. Мы сегодня с вами поговорим по теме в ГОСДО, о средствах достижения планируемых результатов освоения программы дошкольного образования. Посмотрим с вами, из чего программа состоит. Посмотрим на выдержки из ГОСДО, что нас в ГОСДО прописывает. Посмотрим все то, что мы прочитаем в нормативном документе, на примере курсов и пособий для дошкольников и дать витал. Интересно, кстати, спросить, есть ли те, кто у нас сегодня первый раз на вебинаре. Пишите, пожалуйста, в чате, если вы первый раз на вебинаре. Вроде никто не пишет. Значит, сегодня все бывалы. А нет, есть первый раз. Да, два человека признали, что они первый раз на вебинаре. Для тех, кто в первый раз, напоминаю, что сертификат у нас выдается в конце. Мы дадим в чат код для генерации сертификата, и вы сможете его себе сгенерировать. Также скажу вам, что сегодня у нас будет промо-код на 10% скидку на определенные книги. Так что тоже ждите, все будет в конце. А мы с вами можем начинать. Вы знаете, каждый раз, готовясь к вебинару, хочется его начать с какой-то очень хорошей цитаты. Не всегда она находится, поэтому не всегда с цитаты я и начинаю. Но в этот раз, готовясь к вебинару, наткнулась на очень хорошую мысль, на изречение Выгодского из книги «Мышление и речь». Пожалуйста, она перед вами на слайде. «Один шаг в обучении может означать 100 шагов в развитии». Как вы думаете, относится ли цитата напрямую к теме нашего вебинара, к ГосДО и так далее? «Один шаг в обучении может означать 100 шагов в развитии». Не бойтесь писать в чате. С удовольствием будем сегодня с вами, я надеюсь, обсуждать многие вопросы по ВГОС, по программам. Не раз буду вам вопросы задавать. Надеюсь, что будете все-таки немножечко поактивнее. Прямая связь есть между цитатой и ВГОС. «Почему бы нет?» пишет коллега. «Да, есть». Отлично. Собственно, вокруг такой цитаты, хотя не ставил перед собой, конечно же, Выгодский, никаких идей, связанных со стандартом, это исключительно психологические вещи, но мы увидим с вами, что в стандарте в ГОСДО заложена, в том числе, и психология. Поэтому это все абсолютно нам необходимые вещи. Что же, собственно, определяет в ГОСДО? Он определяет в качестве главной цели занятий развитие личности учащихся, предупреждая против контроля усвоения дошкольниками предметных знаний. То есть предметные знания, конечно же, усваиваются в процессе тех или иных занятий, но мы их не контролируем. То есть они усваиваются, сами по тебе впитываются учащимися, дошкольниками в процессе тех или иных занятий. Главное – это развитие личности и укрепление детского желания учиться дальше. То есть в ГОСДО нам приписывает, чтобы мы своими занятиями делали обучение детей интересным, и чтобы они хотели после этих занятий учиться дальше, чтобы они потом после детского сада или после дополнительного центра дошкольного пришли когда в школу, в первый класс, то для них это не стало огорчением, а им все так же нравилось учиться. То есть чтобы они были готовы к тому, что они будут впитывать и получать новые знания. Да, вот, кстати, интересно и почитать, и кто в принципе, вот если в чате будете писать, и кто в принципе занимается с дошкольниками, и есть те, может быть, кто занимается и со школьниками, и с дошкольниками. Может быть, кто-то по нашим пособиям, например, занимается со своими детьми. Да, в любом случае будет очень интересно. Да, вот Нина Степановна пишет. Добрый день, преподаю в школе и занимаюсь английским дошкольниками. Особенно интересно посмотреть, как такой стандарт ПДО и школьник. Посмотрим с вами на том сегодня, как они конкретно соотносятся. Может быть, их не увидим. У нас сегодня тема именно по ГОСДО. Но я покажу вам, как выполнение предписания стандарта в ГОСДО передвигает нас все ближе к ГОСНОО. То есть вы увидите этот плавный переход, и как он прописан во ГОСДО. Да, вот вижу, что есть те, кто занимается по 12 шагам. Вот Нина Степановна занимается с дошкольниками как репетитор. Несколько часов в Центре развития ребенка. То есть я полагаю, вы мне сейчас еще с вами очень много интересного расскажете, когда я вам буду задавать вопросы. А коллеги, пишете ли вы программы? Я понимаю, что вы их пишете. Но вот мне интересно, я сегодня на утреннем вебинаре спрашивала про программы, как-то очень сухо люди отвечали. Может быть, просто коллеги пишут, а делятся друг с дружкой. И может быть, кто-то использует одну и ту же программу уже несколько лет. То есть, может быть, просто вопрос был не очень актуален. Но вот мне интересно, писали ли вы в этом году, может быть, программу? Может быть, у вас еще свежие эти воспоминания о том, как вы это делали? Напишите мне, пожалуйста, в чате. Пишете ли вы программу, образовательную программу для дошкольников? Первые результаты есть. И можно их на форуме www.industry.ru, почитать, посмотреть. Так что курс, да, новый. Каждый год пишем, пишет Ольга Ивановна. Да, программы пишете, обязательно пишете. Замечательно. 12 шагам программа на выходе уже вот-вот-вот. Вот прям вот-вот. Это точно. Для центра развития писать приходится на репутацию, естественно, нет. Конечно же. Итак, давайте мы посмотрим, какие требования к программе нам выдвигает ВОЗ. Не удивляйтесь, что много будет выделений на слайдах. По сути дела, и на слайде уже цитаты, но в цитатах есть еще какие-то вещи, к которым хочется привлечь больше внимания. Нет, не занимаюсь дошкольниками, но хочу познакомиться с этим. Тоже очень правильный подход. Итак, программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, как в принципе все программы, да, данная будет на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 стандарта. В пункте 1.6 стандарта указано, на что в принципе направлен стандарт. Это я вам, естественно, сюда показывать не стала, зачем мы все это несколько раз читали. То есть я уже ближе к таким самым-самым необходимым, видите, да, второй раздел взяла программу, то есть то, куда уже начинаешь заглядывать в стандарте, только когда тебе знакомишь, что уже досконально, когда нужно писать программу, когда садишься и начинаешь смотреть, а что же в программе должно быть. Я надеюсь, что презентация вам немножечко скратит все эти моменты, и вам будет, может быть, проще, быстрее ориентироваться по стандарту. Посмотрите. Пункт 2.1 нам описывает, что в принципе программа должна в себе содержать информацию о том, как будет происходить развитие ребенка как личности, в различных видах общения и различных видов деятельности, то есть что он будет делать на тех или иных занятиях. И обязательно все это должно быть с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей ребенка. Пункт 2.3 нас интересует. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. То, что в скобках мы, конечно, с вами и так понимаем, да, то есть здесь и объем, и содержание, что туда будет входить, и какие, соответственно, исходя из объема предложенных, какие-то задания и наполнения данной программы, какие будут планируемые результаты. Причем планируемые результаты в августеок, мы с вами немножечко попозже посмотрим, выражены в виде целевых ориентиров. О них мы поговорим даже отдельно. Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, да, опять же, мы видим позитивные, мы видим злова мотивации, да, то есть главное, чтобы ребенку все нравилось. Нравилось ходить на все или иные занятия, нравилось учиться, нравилось что-то делать. Соответственно, у него будет позитивное отношение в принципе к учению, его личностного развития, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту и видам деятельности. Также программа должна быть направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Более подробно все параметры социализации, индивидуализации, развития ребенка как раз указаны в целевых ориентирах, то есть они прописаны у нас в конце. Содержание программы, как написано в параграфе 2.6, должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности. То есть мы в программе прописываем, какие виды деятельности будут выполнять учащиеся, на что они будут направлены, как они будут. Посмотрите, все данные результаты, все, чем мы развиваем ребенка, предполагается на пяти направлениях. Это социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие ребенка. Для каждого направления требуются определенные навыки, чтобы осознать, что оно завершено, закончено или в процессе идет развитие. Смотрите, социально-коммуникативное развитие требуется усвоение норм моральных и нравственных ценностей, развитие общения и взаимодействия, становление самостоятельности, саморегуляции, развитие интеллекта. Если вы откроете в ГОСДО, вы видите, что их намного больше, описание довольно крупное в данных областей развития. Я их немножечко сократила, ужала и взяла то, что в принципе реализуется с помощью практически любой программы для дошкольников. Среди познавательного развития, смотрите, развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации, воображения, творческой активности, формирование первичных представлений о себе, других людях и окружающем мире, о социокультурных ценностях нашего народа. То есть все то, что мы достигаем действительно на любом предмете, здесь и интерес, и мотивация, и воображение, и мышление, мы увидим с вами эти примеры и способи, и курсы издательства «Титул». Речевое развитие, владение речью как средством общения, обогащение активного словаря, развитие грамматически правильной связанной речи, речевого творчества, знакомство с книжной культурой и детской литературой. То есть все то, что ребята любят как раз на таких занятиях в детском саду, когда какие-то есть сказки, какие-то сценки разыгрываются, когда нужно что-то где-то, какие-то сказки досочинить и так далее. То есть когда развивается у них фантазия и параллельное речевое развитие происходит. Художественно-эстетическое развитие, становление эстетического отношения к окружающему миру, восприятие музыки, художественной литературы, реализация творческой деятельности. Часто ребята у нас раскрашивают и что-то дорисовывают, и они-то действительно любят. Кто-то любит больше рисовать, кто-то любит больше петь. Здесь уже зависит, конечно же, от способностей, от привязанности ребенка к тому или иному виду деятельности. Физическое развитие, развитие двигательной деятельности, развитие крупной и мелкой моторики и обладение подвижными играми с правилами и становление ценностей здорового образа жизни, его нормами и правилами. Мы увидим, что такие примеры есть и в курсе «12 шагов к английскому языку». То есть мы с вами посмотрели, что в принципе требуется от нас прописать в программе и задействовать все это при обучении ребят дошкольного возраста. А у меня к вам вопрос. Сколько, как правило, вы пишете разделов в своих программах? Вот на утреннем вебинаре мне коллеги отвечали, что у кого-то 5 разделов, у кого-то 6-7 разделов. Вы видите, у кого 11 разделов в программе. Сколько вы пишете разделов в образовательной программе для дошкольников? Вот там уже дали ссылку в чат, где можно почитать о результатах работы учителей по курсу «12 шагов к английскому языку». Семь разделов вижу в комментариях. Вот, в принципе, как и на утреннем вебинаре, тоже коллеги писали 6-7 разделов, 5-6 разделов. То есть такой довольно внушительный труд получается написать образовательную программу для дошкольников. Просто прежде чем открывать вам следующий слайд, и следующий слайд у нас как раз будет из выдержки из ГОС. Мы посмотрим с вами, что в себе содержит образовательная программа. Интересно было бы, конечно, сначала посмотреть, точнее, почитать из чата, сколько разделов у вас в программах. Но я вижу, что сегодня, в принципе, никто не хочет ничего рассказывать. Три часа менее активные слушатели, чем в один. Я думала, что наоборот, с отраски будут больше сольные. Так, вот пять разделов. Вот кто-то правильно, честно признает. Честно – не считала. Абсолютно правильный, честный ответ. А я тут сижу, спрашиваю. Так, значит, буду открывать следующий слайд. Не считайте, правильно. Потому что у кого сколько получается, столько и пишите, коллеги. Потому что, в принципе, как вы видите на слайде сейчас, ГОСДО предполагает, что программа включает три основных раздела. Это целевой, содержательный и организационный. Причем дальше, посмотрите, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая у части образовательных отношений. То есть, как бы вы ни считали, сколько у вас разделов получается, да, основных у вас все равно тоже будет где-то три точно, да, это целевой, содержательный и организационный, а как вы их уже внутри будете разбивать на более мелкие части. Вот, например, на утреннем вебинаре кто-то писал с коллег, что у них есть такой раздел, как коррекция своих ошибок, да, то есть недочетов. Тоже очень полезный такой, я думаю, раздел. То есть, когда воспитатель видит, что что-то не получается, да, при выполнении тех или иных заданий, то есть целый раздел, который в программе предписывает, а что же дальше делать, как это исправить, как это откорректировать, да. Теперь, посмотрите, целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы, что входит в принципе в пояснительную записку, мы с вами отдельно читать, смотреть не будем, потому что это тема и так понятна, все программы не раз писали, и те, кто сегодня, может быть, школьные учителя у меня на вебинаре присутствуют, в любом случае вы пишете каждый год эти программы из года в год, поэтому пояснительная записка труда не вызовет нисходство. Что касается планируемых результатов, то они конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемые участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. То есть посмотрите, как раз среди планируемых результатов освоения данной программы выделяют целевые ориентиры. Вот о целевых ориентирах мы как раз сейчас чуть подробнее поговорим. Что касается требований стандарта к результатам освоения программы, то они представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Они из себя представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это как раз к вопросу о том, что сегодня в начале чата писала коллега, интересно посмотреть, как в ГОСДО соотносится в ГОСНОО. Вот как раз целевые ориентиры указаны в самом конце стандарта, они указаны в четвертом разделе, где идут требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования. Что они из себя представляют, мы сейчас посмотрим. Но самое главное, я думаю, выделено у меня кратным дальше. То, что целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, они не подлежат ни контролю, ни мониторингу, ничему. То есть они не являются основанием для формального сравнения с реальными достижениями детей. Сразу же был, например, с утра вопрос, а как тогда ребенку оценить? Вы его не можете оценить никак, вы можете его только понаблюдать. В наблюдении, конечно же, вы его будете сравнивать, да, ну, это по привычке, но вы его можете сравнивать только с самим собой. Что вот вчера он вот этого еще не умел, а сегодня он уже это умеет. К примеру, да, ну, естественно, все это будет длиннее, несколько занятий. Допустим, сегодня у него не очень хорошо получалось раскрашивать, он выезжал за края. А сегодня, да, два-три занятия спустя, он уже меньше выезжает за края. И вы это можете сделать только для себя, исключительно в целях того, чтобы посмотреть, вот, насколько вы хорошо с ребенком что-то делаете и как-то занимаетесь. Но не провести мониторинг, никакой контроль, никакую оценку по целевым ориентирам, указанным во ВГОС, вы не можете. Соответственно, вам это делать не нужно, да, и нет у них никакой, да, вот, как написано, я тоже это выделила, да, что освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитания. То есть мы все не мучим, мы все только развиваем и лишь стремимся все, да, вперед в звездам. Посмотрите, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. На самом деле, целевые ориентиры представлены во ВГОС в двух видах. Это целевые ориентиры для младших дошкольников и целевые ориентиры как раз на этапе завершения дошкольного образования. То есть для дошкольников, которые готовы к переходу в первый класс. Посмотрите, довольно много их здесь перечислено, параграфов много, на двух слайдах они у меня только уместили, поэтому основное я подчеркнула. Я понимаю, что вам не очень, может быть, хочется писать в чате, но уж очень неинтересно узнать, что из подчеркнутого у ваших ребят получается лучше, а что немножко хуже. Вот, например, на утреннем вебинаре мне тут же сразу же написали, что игра у них получается лучше, а, допустим, владение устной речью может немножечко отставать к 5-6 годам, либо к умению договариваться, умению находить общий язык со сверстниками, с воспитателем. Это у них немножечко может отставать. А у ваших ребят как получается? Вот из того, что подчеркнутого, мы не будем смотреть прямо полностью все, потому что это очень много, на данном слайде. Может быть, они у вас очень хорошо умеют разрешать конфликты, да, если кто-то поругался. А может быть, они у вас умеют играть абсолютно все игры с правилами и без правил. Не стесняйтесь, напишите мне, пожалуйста. Может быть, те, кто не работают в школе, может быть, на своих детях мне приведете примеры. Так, вот Наталья Наталья пишет, что воображение. Воображение, значит, у них, полагаю, развитое чуть лучше, чем что-то там другое. То есть с воображением у них все хорошо, прекрасно, значит, творчество здесь. А еще что? Развитое воображение. Творчество. Ну, хорошо, действительно, дети более творческие. Дети владеют речью, но русский хотелось, чтобы они не заговорили на английском. Главное, чтобы они, главное не перестараться, чтобы они от английского потом, наоборот, нас и не воротили. Наша задача в дошкольном образовании – привить им интерес к изучению, допустим, иностранного языка. Трудом получается научить радоваться успехам других, думаю, из-за их возраста. Да, здесь уже, опять же, целевые ориентиры, они у нас прописаны, видите, в общем, да, то есть они для, как правило, вот те, что здесь перечислено, до шестилеток. Но все дети разные, психологическое развитие у всех разное, поэтому и получается такое сильное отличие. Мои очень любят петь, печь Наталья Евгеньевна. Лучше получается взаимодействие с детьми и с учителем. Полагаю, это лучше, да? Да, то есть, посмотрите, у каждого что-то свое, да, в каждой группе какие-то определенные будут целевые ориентиры, достигаться чуть лучше. То есть, к ним подход будет чуть проще у ребят. Вот продолжение, посмотрите, да, это, наверное, вы уже собирались заинтересоваться, а где же моторика? Моторика здесь есть. Что касается крупной и мелкой моторики, нормы, правила поведения, что у ваших ребят получается лучше, а что хуже. Может быть, они у вас сами уже прекрасно в шесть лет умеют переводить целую группу через дорогу и правильно по светофору все показывают. Я даже знаю, что с флажками отходить, когда группы ходят. Познавательная, исследовательная через любознательность и желание познать мир. Вот видите, вот. То есть, если дети любознательны, то, соответственно, познавательную и исследовательскую деятельность у них будет преобладать. Может быть, они, наоборот, им очень нравится что-то экспериментировать, какие-то эксперименты проводить. Может быть, они постоянно интересуются причинно-следственными связями. Ну, мы видим, в принципе, да, то, что основное, что я хотела показать, это то, что целевые ориентиры, они прописаны здесь абсолютно все. Как вы понимаете, такого, я думаю, ребенка, да, идеального шестилетки, да, идеального, который к школе готов настолько, что у него все разница, и крупная моторика, и мелкая моторика, и знания все начальные о себе знают, и экспериментировать любят, и так далее, и тому подобное, наверное, вряд ли мы с вами найдем. То есть здесь перечислено больше, чем, в принципе, может быть. Перечислены все возможные варианты. Это очень важно. А мы с вами перейдем к конкретно, как же, например, английским языком можно развивать ребенка. Смотрите. Занятие английским языком способствует развитию слуха, речевого аппарата, абстрактного мышления, формированию умений взаимодействия со сверстниками и взрослыми, знания об окружающем мире, знания социо-культурных аспектов общения. То есть мы с вами видим, что как раз здесь перечисляются те пункты, по которым, как правило, в целевых ориентирах некоторые учащиеся могут отставать. То есть чем английский язык прекрасен для конкретно развития ребенка. Вот видите, уже про рабочую программу. Вам ответили. Занятия английским языком дают, как и занятия на других предметных сферах, возможность развития познавательного, моторики и мелкой моторики, речевого развития и художественно-эстетического развития. Чтобы не быть голословными, мы с вами посмотрим примеры из курса «12 шагов к английскому языку». Пожалуйста, я вам все здесь уже вышедшие обложечки положила. Для 4 лет, для 5 лет смотрите шаги с 5 по 8. Пособия «Стихи и загадки» Юлии Геннадьевны Курбановой для детей от 4 лет. Пособия с мобильными приложениями для детей от 3 лет. Пособия серии «Развивашка» для детей от 3 лет. Ник по разным темам и прописи для девочек и для мальчиков. Алфавитные карточки с картинками. Обратите внимание, что как прописи, так и алфавитные карточки есть и на русском языке. Вот эти обложки, посмотрите, у нас не менялись. Посмотрим сами примеры. Допустим, развитие мелкой моторики. Задание. Выполни задание и скажи «Do and say». Пример из 12 шагов к английскому языку. Четвертый шаг. Учащиеся, когда они у нас будут, да, дошкольники, обводить тарелку и ложку по точкам, соответственно, у них будет развиваться мелкая моторика, потому что соединить точки – это очень такое, да, задание скрупулезное, соответственно, нужно следить за рукой. Когда они собирают пазлы, у них также идет развитие мелкой моторики, потому что нужно либо самим попробовать разрезать, если уже дают ножницы в руки, да, если ребенок там, допустим, 4-5 лет, и он уже умеет это делать, да, либо под присмотром, соответственно, да, взрослого. Либо взрослый сам все разрезает, а ребенок уже только пазлы собирает. Также на развитии мелкой моторики, как я уже вам сказала чуть ранее, это задание на раскрашивание, смотрите, да, чтобы не выходить за контуры, таких заданий, я думаю, море, везде и всюду, и дети очень любят их делать. А когда еще и задание превращается в такое, да, интересное упражнение, когда нужно вспомнить, как зовут данных двух персонажей, да, и, может быть, как они выглядели, сказать, что это мальчик и это девочка. Аппликации, да, мы их и разрезаем, и собираем, чтобы даже правильно приклеить, да, в нужные контуры, это тоже очень скрупулезная работа, соответственно, это работа с мелкими предметами, и она прекрасно подходит на развитие мелкой моторики. Вот, например, такой мишка из развивашка игрушки. Стихи и загадки о животных, например, тоже аппликация, посмотрите, здесь немножечко, да, другие предметы уже, да, другой формы, соответственно, их будут по-другому уже вырезать, по-другому приклеивать, тоже на развитие мелкой моторики. Я думаю, пример замечательный. Не только что-то разрезать, что-то приклеивать, но и прописи прекрасно подойдут для развития мелкой моторики. И пускай вас не пугает, что прописи будут у них и в первом классе, и будут, и прекрасно. И если ребята набьют руку уже либо дома, да, с мамой, либо в детском садике, либо в центре дошкольного, да, развития, это им только в помощь. Причем такие прописи есть и на русском, и на английском языке, и для мальчиков, и для девочек отдельно есть. Более того, посмотрите, интересно, что прописи непростые, они с прозрачными страницами, что очень удобно, да, сначала накладываете страницу, пытаетесь прописать, затем можете страничку разогнуть и уже на самой белой бумаге аккуратно постараться дописать до конца строки, либо написать первые буквы. Можете раскрашивать здесь тоже какие-то рисунки, все слова проиллюстрированные, да, которые начинаются с той или иной буквы. Можно тоже их раскрашивать, соответственно, у них будет еще дополнительное такое задание и интересное творческое, а с вашей стороны это будет тоже развитие мелкой моторики, чтобы они не выходили за контуры. На развитие мелкой моторики еще посмотрите один пазл, да, количество немножечко другое уже, количество частей увеличивается. Примеры стихи и загадки о птицах, либо это могут быть поделки, как в данном случае, да, делают павлина по инструкции. Не пугайтесь, он не только здесь в инструкции, у него есть там специальный разворот на отдельной страничке на 29, да, посмотрите, есть выкройка. По выкройке все делается, складывается, то есть тоже, опять же, ребята работают с мелкими детальками, с бумагой, соответственно, у них развивается мелкая моторика. На развитие мышления очень много заданий, например, стихи и загадки об игрушках, найди подходящие мячи для каждой игры. Такие задания, как правило, можно выполнять просто проводя пальцем, да, и таким образом искать правильный вариант ответа. Но, например, психологи часто советуют глазами искать от мячика до той или иной сетки путь. То есть, соответственно, они у вас будут дополнительно, да, еще такое небольшое физическое развитие и очень полезное для глаз. Да и внимание будет развиваться лучше, чем если он просто будет пальцем следить. А стихи и загадки о животных. Смотрите, нужно соединить картинку со словом. При этом не пугайтесь, дети не читают, они читают полным словом, целым словом. То есть, у них идет узнавание слова по его образу. Соответственно, они вспоминают, как выглядело слово, когда они его читали в стихотворении, когда они отгадывали его в загадке. И соединяют уже картинку со словом. Если они что-то не могут вспомнить, то они могут открыть эту страничку, посмотреть стихотворение. И, соответственно, сравнить слово из стихотворения и слово в задании. Уже даже сравнивание само по себе тоже у них будет замечательным результатом на развитие мышления. Либо такое задание, когда они должны и соединить название животного с его иллюстрацией, и еще вспомнить, как в книжке на разворотах, на самих заданиях, животное какой звук произносило. Посмотрите, как в примере, что говорят животные. Либо такое, на причинно-следственные связи. Я написала развитие мышления, но, в принципе, здесь причинно-следственные связи, потому что нужно вспомнить, какое время года, какая погода бывает, найти ее на иллюстрации, а потом вспомнить, как же в книжке было до задания, когда все проходило. Как это время года называлось? Вернуться, может быть, туда, посмотреть еще раз, вернуться обратно на эти странички, посмотреть, где это слово здесь спряталось. Тоже очень здоровское такое задание. В втором классе, когда изучаем буквы, дети путают русский и английский буквы. И на уроках русского языка пишут по-английски. А дети дошкольного возраста справятся. И справятся, и не перепутают, потому что для них это игра в данном случае. Они к школе только-только готовятся по английскому. Помните о том, что у них будет такой замечательный большой гэп в качестве первого класса. Они в первом классе английский не изучают, кроме как на внеурочной деятельности. Если им повезло и на внеурочной деятельности, у них есть английский язык. Иногда бывает так, что на внеурочную деятельность все часы уходят к вчителям начальной школы, и, соответственно, на английский язык ничего не выделяется. Тогда, если ребенок не ходит в никакие дополнительные дошкольные учреждения, до 6 лет, включая 6 лет, и будучи 7-леткой тоже, то до второго класса у него английского, получается, нет целый год. Это очень печально. Поэтому такие задания развивающие, но при этом никак не мешающие, это очень печально. Продолжение следует... 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 угадать, кому что принадлежит. Да, вот Нина Степановна пишет, и целый материал вполне пассивный, ведь такие фразы могут усвоить до автоматизма, это удобно. Да, то есть для ребят несложно, они не успевают устать, они не успевают осознать, что они в принципе что-то учат новое, но даже приедя домой и порадовав маму одним, допустим, новым выученным словом, и приятно самому ребенку, и приятно родителям, и приятно вам, как педагогу, что вы в них новое вложили. Посмотрите, на развитие эстетического впускания, да, вот я решила перечислить сюда данный пример. Примеры стихи и загадки о цветах. Разворот у нас про красный, да, про red. На левой странице, для тех, кто не держал книжку еще в руках, объясняю, слева у нас. Стихотворение дано, стихотворение, последнее слово на английском языке, которое презентуется как раз. А на правой страничке у нас дана загадка, где последнее слово пропущено, и от ребят предполагается, что они его назовут. Посмотрите, красный цвет всегда в почете, всюду вы его найдете. Цвет томатов и клубники, вкусные спелые земляники. У меня велосипед тоже красный, значит, red. То есть, все у ребенка иллюстративно представлено, да, и на велосипед вы ему покажете, и он вам сам расскажет, какого у него цвета велосипеда. Дальше мы ему загадываем загадку. Цвет клубники и заката, помидора и граната. Он горит? Все опасно. И ребенку это ясно. Угадайте, что за цвет? Ну, конечно, это red. То есть, мы им прививаем и эстетический вкус, мы им прививаем, да, то, что мы говорили с вами, в Абгоз прописано, как здоровый образ жизни, повадки, поведение, да, в том числе и бытовые какие-то темы, например, умение переходить через дорогу, да, правила дорожного движения. На красный переходить опасно, да, и светофор нам показывает, да, вот пальцем, что нельзя ни в коем случае на красный переходить. Пожалуйста, и полезная, и целая тема для занятия у вас есть. Да, как раз можно поговорить, что вокруг встречается красного цвета, когда фрукты и ягоды становятся красными. Ну, в любом случае, стихи, загадки, когда все в рифму, детям всегда это все нравится. Здесь еще можно, да, вы видели, и раскрасить, закрасить. Опять же, развитие мелкой моторики, когда они закрашивают до конца, да, картинку, все пропуски. То есть, пожалуйста, творчество всюду. Примеры 12 шагов к английскому языку, пятый шаг, посмотрите, первое занятие, и сразу любимая тема детей, день рождения. Мы видим здесь типичная, да, картинка для русских мальчика-девочки, они радуются, что у них день рождения, они хвастают, сколько им исполнилось лет, да, свидетельствует день рождения. И торт у них есть, и чаепитие, вот они, да, котику, собачке, и выпугаю рассказывают, хвастаются о том, что антайв, да. Да, здесь любят пешки и красочные сцены. То есть, и здесь тоже, посмотрите, да, и ребята у нас уже подросли по сравнению с, для первых четырех шагов, да, они там были чуть-чуть ладше. Здесь уже видно, что ребята немножко подросли. То есть, тема такая бытовая, да, мы им прививаем социокультурный аспект, чтобы, да, они, каждый вспомнит, как они празднуют свое день рождения, да, и обсудить это смогут. Еще и английский здесь вплетается, потому что они учат цифру пять, что им пять лет, да, и так далее. Что можно посчитать вечки на торте. А про комиксы я вам говорила, пожалуйста, вот здесь на пяти картинках, да, буквально комикс из пяти картинок, представлено и положительное отношение к нему, потому что, посмотрите, чувство прекрасного, да, собачка, да, пёсик дарит кошечке цветы, да, то есть мальчик должен дарить девочке цветы. Это такое, да, привитие чего-то доброго и хорошего. И способность сопереживать здесь есть, потому что Китти, да, предлагает Чарли присесть на стул, а он на стуле, да, говорит, что хороший стул, он начинает немножко в стул раскачиваться, и он падает с него, да, опять же. Китти расстраивается, извиняется, да, говорит, что ну как же так, да, типа вот, как же так вот упал, да, перевернулся в стул. То есть мы, ребёнку показываем, что на стуле качаться не нужно, да, что нужно сопереживать, если другой попал в беду и так далее. То есть вот такой вот комикс в пяти картинках, столько всего необходимого и нужного, и здесь есть английский язык в том числе. Но вот обращать на него внимание, да, приходится во вторую, так сказать, на второй план он отходит только много здесь нужных проблем. Охватывается. Либо такой комикс, тоже здесь те же самые у нас герои, добавляется только попугай. Речь идёт о зонтиках. В основном здесь, конечно, это и чувство прекрасного, потому что цвета кошечка Китти считает, что её зонтик не такой красивый, как у попугая, и просит с ним поменяться. Попугай, конечно же, отдаёт ей свой зонтик. Вот только идёт дождик, и такой зонтик для Китти маловато. И Чарли всех спасает, да, пёсик, у него зонт большой, да, и он их всех под зонтом прячет. Вот, пожалуйста, и яркая демонстрация свойств предмета, большой, маленький, и цвета здесь задействованы. Всегда можно спросить у ребёнка, а какие это цвета, как они будут по-английски. И в том числе, подробнее. Продолжение следует... 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 Главное, что в ГОСТ ничего не запрещает. Это тоже очень важно. Вы знаете, все, что не запрещено, разрешено, поэтому развивать с помощью английского нам никто с вами не запрещает. Можно и не только одну книгу купить. Можно все пять, десятипроцессные скидки купить. Можете каких-то книг определенных, несколько экземпляров подвести. Главное, что именно сегодня и завтра до полуночи действует десятипроцессная скидка на именно эти книжки. Больше не вижу, в принципе, вопросов. Согласитесь, учителю английского языка не всегда интересно резать ножницы, не клеить. Но как-то так. Вы знаете, не соглашусь, к сожалению. Здесь зависит от того, как вы себя, наверное, ставите с учащимися, особенно если это учитель английского языка, то скорее предполагается, что это занятие, допустим, в начальной школе. Если показать ребятам, что вы тоже любите и раскрасить, и разрезать, и с ними комикс какой-то почитать, и, может быть, песню какую-то спеть, вы не столько сделаете упор на английский язык, и не столько они у вас будут запуганы именно тем, что им нужно что-то новое учить, и им научить язык, а это самая главная ошибка, когда делается слишком большой упор на что-то, и ребенка пережимают. То есть у него пропадает сама мотивация и интерес к изучению. Всегда должен быть какой-то запрет в зону ближайшего развития. Опять же, все время все возвращается к выгодцам. Зона ближайшего развития – это очень важно, когда мы ему даем что-то чуть больше. Соответственно, в дошкольном возрасте мы ему раз и дали английский язык. То есть он, забегая чуть-чуть вперед, тем самым будет себя потом, может быть, немножко комфортнее ощущать. Он будет больше любить этот английский просто потому, что ему уже это не страшно, что ему что-то будет непонятно. А он уже знает, что кошка будет кет, что собачка будет док. И, может быть, ему и большего и не надо, главное, что он не пугается, а хочет наоборот это все проходить. Да, вот согласна полностью Юрия Михайловна, то, что с детьми тоже нужно быть немножко ребенком, потому что им это нравится, они тогда больше раскрываются. Да, а подготовиться дома, что-то разрезать, помочь картинку, что-то может быть, да, на занятии дети дома что-то подготовят с родителями, на занятии они, допустим, только раскрасят. Куда без этого? Время, которое отводится у вас на занятия, это святое, и, конечно же, вы больше их занять не можете. То есть что-то подготовить всегда заранее, конечно же, надо. Можно какое-то занятие разбить на два, да. Но, тем не менее, помните о том, что развитие, развитие, еще раз развитие. Потому что, как, опять же, да, я готова вернуться к выгодскому много-много раз, что если ребенок развивается, то один шаг в развитии – это уже сто шагов к его обучению. Главное – ничего не пережать, в этом случае. Коллеги, про скидку есть такие-то еще вопросы, потому что я могу этот слайд тоже. Я думаю, что промокод себе все выписали, Кур5. На какой имейл писать тоже себе все выписали, да, shopsobako.ru. Все, кому интересно. Я могу тогда, наверное, переключать на слайд с тем, как получить сертификат. Да, ну, вот видите, главное, что все понятно. Итак, перед вами слайд, как получить сертификат. В чат мы вам сейчас дадим код для генерации сертификата. Коллеги, код для генерации сертификата в чате. Сейчас мы в чат вам дадим активную ссылку, куда нужно пройти, чтобы генерировать себе сертификат. Вопросов ко мне вроде бы больше нет. Надеюсь, что вам был материал интересен и полезен, поэтому буду с вами прощать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...